В шотландском Абердине находится один из старейших университетов Великобритании University of Aberdeen, Абердинский университет. Хотя формально он многие века был объединением колледжей и получил статус высшего учебного заведения только в 1860 году. На самом деле его история восходит к концу 15 века, поэтому его здания построены в самых разных стилях, от средневековой готики до современных архитектурных экспериментов. Кстати, самая новая из них открывала сама королева Елизавета II, а одна из библиотек носит имя королевы матери. Королевская семья отлично знакома с этим университетом, ведь номинальным главой Абердинского университета его канцлером уже 7 лет является Камила, герцогиня Корноульская, жена принца Чарльза. Следующая по значимости должность это лорд ректор. Этот пост некоторое время занимал сам сэр Уинстон Черчилль. Заслуживает ли университет таких серьезных покровителей, поймете сами, досмотрев это видео до конца. Меня зовут Адиль, я специалист в области британского образования с двумя дипломами бакалавра британского университета. Помогаю уже более 15 лет клиентам нашей компании Мариаде не только с выбором университета, но и выбором специальности и правильного курса в соответствии. Все подсказки того, как можно будет связаться с нами в компании Мариаде для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением будут в описании под этим видео. Итак, University of Aberdeen. В научной среде этот шотландский вуз знаменит на весь мир. Здесь работали и учились пятеро лауреатов Нобелевской премии. Кроме того, более 75% исследований университета считаются ведущими в мире или важными для международного уровня. Что же касается показателей, то здесь университету есть чем гордиться. Топ-160 мирового рейтинга и место в двадцатке лучших в Соединенном Королевстве и звание Шотландского университета года. Составители некоторых рейтингов вносят Абердинский университет в топ-10 по преподаванию бухучета и финансов, информатики и медицины, стоматологии и гражданского строительства, юриспреденции, лингвистики, физики и социологии. Студентам предлагают гибкий индивидуальный подход, а желающим продолжить обучение после бакалавра предоставляется огромное количество постдипломных программ. Мы записали отдельные видео, в которых рассказываем, как правильно нужно выбирать университеты в Англии. Делаем разбор разных рейтингов, которые составляют разные организации. Ссылки на эти видео поставим в описании под этим выпуском. Что я могу сказать вам сейчас, это то, что выбирать для себя университет в Англии только по рейтингам или даже в первую очередь по рейтингам нельзя. Очень много важных нюансов существует, которые могут сделать тот или иной университет правильным или неправильным для вас. Нюансов, которые в рейтингах не отражены. Обязательно расскажем вам о них уже во время вашей консультации. В распоряжении студентов University of Aberdeen великолепные лаборатории, самая современная техника с программным обеспечением, отличные библиотеки и архивные фонды, где хранятся документы, видеозаписи, фотографии. Коллекции университета это более 250 тысяч старинных книг и рукописей, а в библиотеках хранятся более миллиона книг. Студентам-первокурсникам Абердинского университета гарантированы места в общежитиях. Жилье расположено неподалеку от кампуса. Это целые комплексы зданий, где удобно и приятно жить, учиться, гулять с друзьями, отдыхать в кафе. Путешествуя по Англии, навещая университеты, я везде и все стараюсь снять на свою камеру 360, то что вижу. Не везде, правда, разрешают это сделать. Пройдите после просмотра этого видео на наш YouTube канал и вы найдете там сотни подобных видео. Спортивная деревня университета Абердина служит для подготовки некоторых олимпийских команд. Спортивный союз основан еще в 1889 году и сейчас в него входит полусотни спортивных клубов. К нему относятся поля для игр, 9 крытых кортов, большое футбольное поле, фитнес-центр, стадион, бассейн и даже комплекс для погружения. Футбольный клуб университета ведет историю с 1871 года за выступлениями команды, которой очень внимательно следят студенты и преподаватели университета. Популярны и состязания грибцов. Ведь не только Оксфорд и Кембридж соревнуются в этом виде спорта. Абердин традиционно соревнуется с университетом Роберта Гордона. Кстати, о котором у нас тоже есть отдельный видеообзор. Обязательно пройдите на наш YouTube канал. Разумеется, только спортом развлечения в университете не ограничиваются. В University of Aberdeen есть драматическая студия. Несколько ансамблей от барочного и симфонического до биг-бенда. А при желании можно создать даже свою группу. Есть где заниматься художником, любителем прикладного искусства. Работают традиционные клубы дебатов, изучение национальных культур, иностранных языков, кулинарии и т.д. Действуют студенческие СМИ. Есть своя газета, радиостанция и даже телеканал. Конечно, такой старинный университет давно обзавелся своими традициями. Одна из них – это особая клятва первокурсников, которую учат студенты старинных шотландских вузов в Эдинбурге, Глазгоу, Сан-Эндрюсе и Абердини. Другая – это поиск в ясные звездные ночи малой планеты Абердонии, названных в честь этого шотландского университета. А про остальные традиции, требования к поступлению и т.д. вы можете уже узнать во время вашей бесплатной консультации. Мы в Мариаде знаем буквально все об университетах Великобритании. Звоните, пишите нам. Мы всегда на связи. Авторский канал «Адиль Ермека» – все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube – все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube – путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club – учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует...